Что я могу сказать? Когда приехали туда, значит, знаете, сели на чемоданчик, который, вот я сидел на чемоданчике, мне было 5 лет, и Багов, вот этот господин, вышел и говорит, что, что вы сюда приехали, мы японцев на работу не берем, ну, мама говорит, что мы вот по направлению органов госбезопасности и все остальное, мне это врезалось в память, ну, и будучи ребенком, пацаном, играя, значит, с русскими, с коряками, все, меня обзывали японцем, а я не японец, я аин, почему я должен быть? Человеком без рода и без племени Почему про мой народ говорят, что вас не было, что вы исчезли, что язык ваш, мертвый язык? Нет, почему? Это все есть, это надо все возрождать Поэтому я считаю, что это должно быть все возрождено и не должно быть предано забвению Субтитры создавал DimaTorzok Дело в том, что Айну никогда не имели своей государственности, жили обособленными этническими группами Были охотники, рыболовы, собиратели Айны единственный народ на Дальнем Востоке, который пользовался ядом Вот уже современно, с зажигалкой, я уже не Айну, я уже не Айну, все Кстати, по-нашему русского Летча зовут, русских, Летча Самоназвание Айну переводится оно как воин, мужчина, достойный мужчина Также народ называется Куру, Куи или Куши А Айну это самоназвание Это самоназвание возникло в связи с постоянными стычками с японскими агрессорами Которые в первом веке от Рождества Христова, удачно покорив Японское море со стороны Корейского полуострова Попали на Японские острова Раньше, до того, Айны заселяли все острова Японского архипелага Японцы сами, то есть азиаты, Айны не были азиатами До сих пор ученые не знают, откуда взялись Айны То есть кругом безволосая Азия, а нас, как описал Крашенинников Мы называемся курильцы, или шерстяные курильцы, или мохнатые курильцы Я родился и вырос на Хоккайдо И хочу вам сказать, что Айны также происходят с Хоккайдо Айны-то, в Хоккайдо, в настоящее время на Хоккайдо количество Айнов значительно сократилось И в заключении хочу поблагодарить вас за приглашение на это важное мероприятие Спасибо Спасибо огромное Действительно, на площадке этой выставки сотрудниками и отдела этнографии И лично Марина Викторовна, ведь кто как ни о нас знает, наверное, большинство тайн этого таинственного народа Не только каталог, но и монография вышла из-под пера этого специалиста Марина Викторовна уникальный рассказчик Это не просто академическая лекция, это тот рассказ, который может просто заставить потерять счет времени И выставка открыта! Дорогие друзья, прежде всего я хотела бы присоединиться к словам Нины Анатольевны И поблагодарить Улический район, администрацию Улического района за то, что сегодня на этой выставке присутствуют потомки Айнов И условные от наших народов То есть все время шел отмен между народами, живущими на Амуле и народами, живущими на Сахалине и Хакайне Я хочу обратить ваше понимание на комплекс, который говорят Айны, Айны, Айны Но Айны делились на три ветви Курильскую, Сахалинскую и Хакайцкую И все эти группы отличались друг от друга Во-первых, были диалектные различия в языке Были культурные различия в традициях, обрядах Были различия в одежде Это все было обусловлено теми географическими условиями, в которых они жили Уже более 25 тысяч публикаций посвящены Айнской проблеме Откуда эти люди? Откуда их язык? Язык Айнов певучий, красивый, похожий на итальянский Не находит в мировой классификации языков параллелей Поэтому до сих пор ученые бьются над этногенетической загадкой Над лингвистической загадкой Очень много загадок в их обрядовой культуре Айны на сегодняшний день не раскрытая книга для ученых Хотя и археологи, и генетики, и этнографы Пишут свои работы сегодня об Айнах Пишут своиϊо Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 а мы не можем пользоваться ресурсом, который нам дала природа на собственной земле, на собственных участках, которые нам распределили. Я лично переживаю за то, что у нас останется ли у нас что-то вообще после того, как у нас пройдет еще лет 5-6. Потому что все, что 20 лет я начала работать в этом движении, я хочу сказать, что у нас на худшем уровне находится сейчас положение коренных, чем было раньше. У нас просто в загнанном состоянии все находятся. Несмотря на то, что сейчас много-много трещат, треск стоит по СМИ везде, коренные, коренные, только и слышишь, ключ радио, и везде коренные. Про коренных говорят, очень много говорят, но толку от этого никакого. У нас все законы совершенно невыполнимые, неисполнимые. А после того, как у нас ушла Российская Федерация из-под юрисдикции ООН, мы вообще стали бесконтрольные. То есть нам даже пожаловаться некому толком. У нас нет защиты у коренных вообще никаких. Но это сделано недавно, потому что, во-первых, потому что выгилка очень плохая. Даже чешуя не счищена. А здесь мы увидим, что мы не можем. Интересная, конечно, коллекция «Вещи натуральные». Осталась группа Айнов Хоккайдо. Но сегодня, благодаря тому, что среди айнского народа были свои лидеры, и они будили самосознание народа, они сохранили и записали айнские традиции, фольклоры и так далее. Но язык утерян. На Хоккайдо, к сожалению, на айнском языке не говорит никто. Он изучается факультативно любителями. Я понимаю, что некоторые слова «меного», «футти», «экаши», «пирика», «моккоро». Очень похожа к «сахарин». Да, сахарин. Да, сахарин. Сахарин, да. Но некоторые слова «диверные». Очень разные. Очень разные в pronunciе. Я не читал язык. Поэтому я не могу. Очень долгое время Айны Хоккайдо боролись за то, чтобы их признали аборигенным народом Японии. Потому что уже доказано, что Айны были расселены по всем островам японским и в крови многих японцев имеется айнская кровь. И только в 1996 году через суд Айны добились того, чтобы они были признаны аборигенным народом. В этом году вышел так называемый закон Айну Шинпо, в котором говорится о том, что они аборигены. Но это не закреплено в Конституции Японии. Это лишь судебное решение. А они добиваются того, чтобы Япония признала их существование и прекратила говорить о том, что Япония это мононациональная страна. А это до сих пор утверждается, что на территории Японии живут только японцы. Курка и Сахарин. Выходи с Айны. 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 Айну. Но вот такие элементы, нивгу. 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 Амур-Рива, как ясно-какая с flowers. Амур-Рива. Наши группы были в Камчатке, и они встретились с Камчаткой Айну, и его родственное имя было Накамура. Асиро Накамура, он был Камчатка Айну. Да, поэтому Альберт, он спросил Накамура. А, Накамура. Камчатка. Камчатка, да? Золото. Красота. Вот у меня собрано, еще раз говорю, 14 сказок и 2 предания. Это тоже нужно издавать, это уходит культура, уходят традиции, сказки это есть традиция народа, это есть устное повествование о том, как люди жили в сказительной форме. Тоже нужно вот это все издавать, это нужно все собирать, но связи с тем, что нас объявили вне закона, связи с тем, что закрыли общину решением суда, на который нас не пригласили за очное решение суда. Судья Татьяна Дворцова решила, что такого народа не существует, по каким показаниям, не знаю когда. Это 104 статья федерального закона о организации общин коренных малочисленных народов предусматривает, что народы, которые входят в перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также народы, традиционно проживающие на данной территории. То есть мы, мы не входим, например, в переписи, но мы традиционно проживаем и ведем традиционный образ жизни. Мы ведем традиционный образ жизни так же, как все остальные народы Дальнего Востока и Камчатки в том числе. Например, такой парадокс, Крашенинников, когда было описание земли Камчатка в своем, он Эвенов, которые сейчас проживают на Камчатке, не описал, потому что их тогда не было. А мы курильцы были, то есть в описании земли Камчатка курильцы есть. Эвенов не было, Эвены 130 лет назад пришли. Сейчас Эвены являются коренным народом Камчатки, а Айны курильцы нет, хотя мы также существуем. Спасибо за просмотр! КОНЕЦ КОНЕЦ Очень интересная композиция Медвежий праздник Она слеплена из мякиша, из хлебного мякиша По всей видимости Каторжанами Это тоже конец 19 Начало 20-х Очень интересный предмет Видно кто-то присутствовал на этом празднике Наблюдал за ним И потом вот Был изготовлен такой предмет Еще все так сделано четко В руках у меня Переписка наша С инстанциями С государственными службами С депутатами С государственными службами Камчатского края С чиновниками правительства Камчатского края С депутатами С партией власти Единая Россия И значит реакции на наши обращения Никакие нет Участок рыбопромысловый Который мы выиграли в честной борьбе В 2011 году На конкурсе И участок уловистый И на этот участок стали иметь виды Другие там люди Другие там И рыбопромышленные предприятия Все вот орган государственной власти Подписывает с нами договор На владение участком До 31 года И потом же этот орган государственной власти Федеральное агентство по рыболовству Обращается в суд Чтоб нас закрыли Как это так? Это нонсенс Такого быть не может Заключить договор А потом обращаться в суд Мы не прекратили работу То, что решением заочным Петропавловск-Камчатского городского суда Принято решение Вывести нас в состава Некоммерческих организаций Это не значит, что народ перестал существовать Не может такого быть Наш народ древнее Даже других народов, кто проживает На всем земном шаре Как это так? Запретить жить народу Президент Российской Федерации 7 декабря 2018 года Согласился с тем Что надо помочь Включению Айнов Перечень коренных малочисленных народов Но после этого уже прошел без малого год Да, говорят, мы слышали Чиновники Да, мы знаем Но нет каких-то действий Со стороны правительства Камчатского края Куда нам дальше двигаться? Что нам дальше делать? Опять получился какой-то тупик Не знаю Какой-то вакуум Что нам дальше двигаться? Продолжение следует... В России исследование айнов и айинской культуры, то есть это было сопряжено с трудностями. Постановление 1954 года запрещало упоминание народности айны и этого слова вообще в любых источниках. И вот очень большой период, ни в коем случае нельзя было говорить о том, что у них какие-то корни есть айнские, иначе они подвергались гонениям и репрессиям. Понимаете, это было сопряжено с опасностью просто для жизни. С айнами, конечно, это вообще очень запущенный случай. И то, что народ был многочисленный, но не имел своего государства, это, конечно, относится ко всем народам в принципе. Но как-то вот так получилось, что айну, вот именно попали под политические вот эти, не репрессии, а под политические игры, вот самые такие вот... Двух государств, Япония и Россия. И вот оба государства довольно-таки коварные и преследовали свои цели каждый раз. И вот то, что даже их несколько раз переселяли, да, то с островов, то на юг Камчатки, то обратно. И вот это вот все тоже, если почитать и вдуматься во все это, ты понимаешь, насколько они сломали людям судьбы, насколько сломано вообще вот у многих-многих представление о жизни. И вы же знаете, что айну брали в плен и брали в рабы. И вот эту вот рабскую психологию, которую вот в людей вбили, ну, это в людей вбили не потому, что они хотели быть, а потому, что их государство так скручивало. Марина Викторовна Осипова приводила документальный пример, что было постановление главлита, где было указано, что национальность айну или курильцы не употреблять, не упоминать ни в каких государственных бумагах, ни в каких государственных документах, вот. И, конечно, это рождало и ложь в семьях, потому что родители старались, умалчивали, молчали. И многие родители говорили перед смертью. У меня вот есть много примеров, люди, когда говорят, ну, мне говорят, что мы знаем, что мы айна, откуда вы знаете, а ты знаешь, говорит, мама умирала или там бабушка умирала и говорила, ты извини, там, сынок или дочка, я всю жизнь молчала, мы айны, мы курильцы. И вот перед смертью я могу сказать, а почему, он говорит, я боялась. Мы боялись, потому что, ну, так получалось, что нам запрещали называться и запрещали быть этим народом. Не буду больше никому ничего говорить. Не буду это самое, ну, вот я возвращаюсь к этому, потому что молчать-то нельзя. Вот, говорил, что это последнее интервью, ну, не получается последнего интервью. Нельзя сидеть, смотреть на то, что народ вообще исчезает, исчезает вообще с территории, исчезает вообще из планеты. Мы говорим о том, что нужно тигров сохранять, мы говорим, нужно сохранять природу, что тигров сто осталось. А людей осталось, нашего народа, по переписи осталось всего 100 человек. Вы поймите, что человек исчезает, человек – высшая ценность на этой земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok